Евангелие от Марка Евангелие от Марка Итак, друзья, мы уже на протяжении многого времени изучали Евангелие от Марка. Слово Евангелие – это слово достаточно всем известное, но, наверное, не все знают, что слово Евангелие вначале означало только подарок. То есть человек, который приходил и говорил хорошую новость для правителя, ему вручали подарок, и этот подарок называлось Евангелие. Потом это слово немножко трансформировалось, и тот человек, который приносил хорошую новость, он приносил Евангелие, добрую весть. Я думаю, что это хорошо, когда мы, как христиане, мы можем приносить хорошую весть для людей, и в то же время мы должны понимать, что, неся добрую весть, мы сами получаем от этого благословение. Мы сами одаровываемся Всевышним, который дал нам такую привилегию служить. Итак, мы сегодня будем размышлять над Евангелием Марка, 3 глава. Сегодня у нас в гостях Александр, Александр – наш друг, где мы будем размышлять над этой, над 3 главой. Итак, уважаемые друзья, я хотел бы сегодня представить для вас нашего гостя, нашего друга – это Александр Негров. Он является преподавателем библейских дисциплин, он также является исследователем Института лидерства ХОДОС. Приветствуем, Александр. Спасибо, спасибо. Мы сегодня будем размышлять над 3 главой, но вначале я хотел бы обратиться к вам. Вы, как являетесь преподавателем многих библейских предметов, библейских дисциплин, особенно вы являетесь специалистом в лидерстве, но сегодня я хотел бы вначале, чтобы мы немножко обрисовали, в чем особенность Евангелия от Марка. Каждое Евангелие, оно имеет свою какую-то особенность, оно особое послание. Какие особенности Евангелия от Марка? Спасибо, во-первых, Виктор, за приглашение. Очень рад послужить вместе с вами, братьям и сестрам. И это очень благое дело, что вы совершаете, записываете передачи, посвященные изучению Священного Писания и вообще христианским вопросам. Евангелие от Марка является одной из моих любимых книг Библии. И если сравнить по объему, количество слов, предложений, Евангелие от Марка самое короткое из четырех Евангелий. Одна из особенностей Евангелия, что здесь часто употребляются слова «тот час» немедленно. То есть такая динамическая картинка. Это как в фильме, в котором все быстро разворачивается. Все, нету слов лишних для того, чтобы объяснить и отвлечься на что-то. Все динамично. И служение Иисуса Христа, если у евангелиста Матфея и Луки начинается с родословной, а у Иоанна вообще с предвечный логос, то Евангелие от Марка начинается. Евангелие от Марка Иисуса Христа, Сына Божия. Вот Он явился и все. И сразу же в действии. Не тратит время на вступление длинное. Очень интересно, есть такой литературный прием в Евангелии от Марка. Глагольная форма, исторический презенс. Например, глаголы «пришел», «увидел», «сказал», используются в прошлом. А потом все остальные глаголы в этой истории в настоящем времени. Он пришел и говорит, смотрит, взял, сказал. И получается, читатель в Евангелии от Марка не является слушателем истории из прошлого, а как бы евангелист вовлекает его, и ты становишься участником событий исцеления, участником событий диалога между Христом и учеником. Читателем сопереживать тем историем. Евангелие от Луки, в отличие от других, рассказывает нам интересную историю о том, что когда в Гефсиманском саду пришли воины и религиозные лидеры арестовать Иисуса Христа, они, там, ученики разбегались, и вот одного ученика схватили, молодого юношу. Он был завернутый в одеяло. Ему удалось сбежать, но он оставил одеяло в руках тех, кто схватил, и вот такой нагишом убежал. Это единственная такая вот история, упоминание именно в Евангелии от Марка. И говорят, что по всей вероятности, может быть, это сам был евангелист Марк. О себе скромно так написал, в скрытой форме. Вот, очень интересно, что короткое Евангелие по объему, но половина этой книги – это описание последних недель жизни Иисуса Христа. То есть, на всю его земную жизнь уделяется полкниги, а на последние несколько недель тоже полкниги. И еще одно особенное, что в течение многих эпизодов Иисус Христос просит не говорить о Нем, не рассказывать о Нем, не рассказывать то, что увидели, или не говорить о том, что услышали. В общем, в Евангелии от Марка очень много таких вот интересных нюансов. Есть своя интрига. Да, да. Хорошо. Я думаю, что когда Марк писал свое послание, что-то способствовалось, какая-то историческая, наверное, исторический контекст какой-то был. В чем, что нам нужно знать, чтобы понимать? Ну, есть предположение, что евангелист Марк писал верующим из язычников, находящимся в Риме. Здесь очень много используется латинских терминов. Сенсорион, легион и так далее. Есть пояснения древнееврейских праздников. Очень мало цитат из Ветхого Завета. И ученичество как концепция, как идея представлено в том, что это достаточно опасное дело следовать за Христом. И жизнь Христа уже практически во второй главе, как бы тень Креста. Уже в самом начале книги опасность к тому, что вражда против Христа. По всей вероятности, как говорят исследователи, как можно, в общем-то, размышлять, евангелие было написано в Рим верующим из язычников. Те, которые уцелели, остались, несмотря на гонения, которые возникли при жизни императора Нерона. И вот это Евангелие, которое заканчивается, мы знаем, что самые ранние манускрипты свидетельствуют о том, что Евангелие заканчивается в середине 16 главы, вот как мы сейчас имеем в переводе, где ученики разбежались и не знали, что сделать. Они были в растерянности. И, возможно, вот ранняя церковь находилась в таком состоянии, что определенные преследования, они в опасности, они не знают, что делать с этой радостной вестью, и евангелист им пишет в ободрение, в мотивацию, чтобы изменить настроение верующих людей в раннехристианской общине в пределах, в общем-то, Римской империи. Ну, учитывая вот этот исторический контекст, какие основные темы продвигает Марк, когда он пишет свою Евангелие? То есть каждый евангелист у него есть, он как бы проталкивает главные тезисы через целые Евангелия, через каждую книгу. Какие вот эти темы в Евангелии от Марка? Ну, если смотреть на описание Иисуса Христа, то вот Христос, как Бога-человек, по-особому представляется Его человеческая природа. Христос голоден, Христос устает, Христос находится в опасности, ему что-то не удается сделать, например, он хочет войти в город, но люди, которые не послушались и рассказали о нем, он уже не может войти. И вокруг него постоянно возникает группировка людей, которые строят заговор против него. И Христос проявляет, как ни в каком другом Евангелии, эмоции. Он, например, евангелист Марк, однажды, это вот в третьей главе как раз мы будем говорить, он смотрит на людей с гневом, скорбя об ужесточении их сердец. То есть вот Христос, как человек, преисполненный эмоцией. То есть очень показывает человечность. Человечность Христа. И это одна из тем. Вторая тема, можно сказать, что для евангелиста Марка очень важен фокус на кресте Христа. В этом плане он похож на апостола Павла. Для апостола Павла в меньшей степени была важна история происхождения Христа, детства Христа, земная жизнь, чудеса, которые совершил. Для апостола Павла была важна суть Евангелия, что он пострадал на кресте Голговском, умер и воскрес для нашего оправдания. Вот это крест, смертный крест, казнь, суть страдания Христа и воскресения. Для евангелиста динамика всей книги ведет к тому, что первая часть книги Иисус Христос приходит, избирает учеников и помогает им усвоить, кем Он является. И когда в 8 главе Петр говорит, ты и Мессия, вот с 8 главы, с 30 стиха, он начинает предсказывать свою смерть. И каждый раз, когда он предсказывает свою смерть, в 8 главе, в 9 главе, в 10 главе, возникает недоразумение, и Христу приходится обращать внимание своих учеников, слушателей, что мне придется пострадать. Вот этот фокус на кресте, это, как многие специалисты, кто читает и многократно прочитываешь, все-таки смерть Христа и то, что его хотели взять и погубить изначально, вот с 2 главы, с 3 главы, это одна из тем. Мы встречаем в 1 главе, в 5 главе, в 7 главе, в 8 главе, мы встречаем такие ситуации, когда Иисус Христос просит никому не говорить о себе или запрещает. Кто-то провозглашает, что ты есть Мессия, нечистая Духа. Какую цель он проследует. Вот, это очень интересно. Сто лет назад немецкий богослов Вреда, он, как бы читая Евангелие от Марка, он говорит, слушайте, тут какой-то вот секрет, ну, как бы, кто-то хочет скрыть эту тайну мессианскую. То есть, Христос не хочет, чтобы о нем говорили. И предположений несколько, я вот назову только часть. Хотя бы популярные такие. Ну, во-первых, говорят, сам Христос не считал себя Мессией. Поэтому, когда люди говорили, ты Мессия, он говорит, нет, нет, нет. Он был скромным человеком и не хотел выдавать желаемое за действительность. Нет, нет, никому не говорите, это не так. То есть, сам Христос не верил. Ну, мы это в сторону отодвигаем. Хорошо. Вторая мысль была в том, что, по всей вероятности, Христос сдерживал энтузиазм вокруг Него. И когда нечистые духи провозглашали Его Мессию, Он не хотел, чтобы, ну, вот такая молва о нем шла из уст одержимых. Рекламы от сатаны Он не сдался. Не хотел, не хотел. И, во-вторых, Он сдерживал этот энтузиазм, потому что идея Мессии для самого Христа не заключалась в том, что Он говорит и что Он делает, а заключалась в страданиях. В самой миссии страданиях. В самой миссии страданиях на Христе. И без страданий на Христе, ну, как бы нету смысла. Это все было неважно. Это как бы додаток ко всему. Есть еще одна достаточно разумная идея. Она заключается в том, что вот если мы возьмем, что в Евангелии от Марка написано было общение, которое испытывало определенный шок от преследований, гонений, которые выпали на долю римских верующих, они не знали, стоит ли им проповедовать. И, может быть, в этой общине говорили, но сам Христос не просил, чтобы мы говорили. И вот, возможно, Марк пишет это общине, и он вспоминает все эти ситуации. С одной стороны, он говорит, да, Христос и так и говорил. Так и говорил. Он не хотел быть популярным. Он говорил, что это преждевременно. Следовательно, он заслуживает уважения. И о нем нужно говорить. То есть, вопреки, вопреки, потому что, ну а что ж, мы будем молчать? Мы будем говорить не потому, что он нас заставил. И вот здесь тоже практическая такая вещь для современного христианства. Говорить о Христе не нужно, потому что он заставил меня. Говорить нужно о нем, потому что он заслуживает. И я не могу молчать то, что он сделал в моей жизни. Конечно. То есть, я говорю о нем не потому, что он приказал, а потому что я люблю. Я не могу не говорить. Хорошо. Мы уже упомянули про учеников. И Марк уделяет часть своего внимания для ученичества. Как представляет Марк учеников Христа? В чем суть ученичества? Мы, я думаю, еще чуть-чуть позже, когда будем говорить об избрании учеников, мы вообще посмотрим. Но, скажем, если в целом, в контексте целого Евангелия. Ну, очень удивительно, что первая глава свидетельствует о том, что Христос пришел, начал свое служение, практически провозгласив программную свою проповедь, покайтесь, веруйте в Евангелие. Он избирает учеников. Он как бы не представляет свое служение на земле в одиночестве. Ученики – это попутчики, а не последователи. Ну, говоря о христианском лидерстве, понимаешь, ученики и ученичество в Евангелии непосредственно связано с личностью Христа. Христианство, в первую очередь, это быть последователем Христа. Потому что, если нет последователей, то, извините, нет и лидера. Если нет учеников, то нет и учителя. Естественно. Следовательно, Христос пришел в этот мир, и Он окружает Себя теми, кто будет служить Всевышнему. У Него есть своя миссия. Он ее знал. Теперь Он хочет поделиться этой миссией с другими. И сделать на земле духовную трансформацию, но не в одиночку. Тем более, Он знает, что Его время здесь на земле ограничено. Его служение не о нем, а об миссии Бога на земле. И Он делится, и Он вовлекает. Цена ученичества серьезно поставлена. Христос говорил так, кто хочет следовать за Мною. Во-первых, кто хочет. А во-вторых, знай цену. Возьми крест и следуй за Мной. Отвергни себя, возьми крест и следуй за Мной. И для учеников было достаточно... Это серьезный выбор. Серьезный выбор. Это серьезная жизненная позиция. Это программа, ради чего я живу. То есть, быть последователем Христа, Его учеником, это не просто знать, что Он учит, слышать информацию какую-то от Христа. Это посвятить свою жизнь делу учителя. Тем более, что это всегда есть риск, что вас будут гнать, что вы будете непоняты. Это, конечно, требовало мужества от своих учеников. Они, наверное, до конца еще не понимали, куда они идут. Нет, недоразумений было масса. Более того, скажу, определенные эпизоды в Евангелии от Марка показывают, что ученики Христа были туго думы. Им было очень трудно додуматься, понять, поверить и быть последовательными. В одной истории Христос кормит тысячи людей. Спустя определенное время Он просит учеников, давай накормим людей, потому что обратно собралось много людей. Они говорят, а кто это может сделать? Хотя, вот казалось, совсем недавно в их присутствии Христос накормил тысячи. Ты знаешь, есть термин «маловерный», когда Иисус Христос использует по отношению к людям. Он никогда не говорил вот такое слово «маловерный» никому другому, как только к своим ученикам. Почему? Потому что Он им открыл много. И от них требовалось больше. И они могли быть более податливы, сообразительны и открытыми. Но было непросто. Было непросто. Ну, в каждой Евангелии Иисус представлен по-особому как лидер. В какой-то Евангелии Он больше может быть как вождь или как слуга, или как Мессия, как Сын Божий, если мы говорим о Евангелии от Иоанна. Каким лидером представлен Иисус Христос в Евангелии от Марка? Ну, наверное, портрет Христа как лидера в Марка не сильно отличается от других Евангелий. Но для меня вот ключевым текстом является 10.45, где Христос говорит, не для того Сын Человеческий пришел, чтобы ему послужили, но чтобы послужить. То есть, Христос пришел, во-первых, выполнить свое предназначение. Очень хорошо об этом говорит евангелист Иоанн, когда в первосвященческом молитве Христос говорит, обращается к Отцу Небесному, говорит волю, значит, дело, которое ты мне поручил, совершил. То есть, у Христа было всегда восприятие своей миссии. Вот он понимал лидерство как исполнение своего предназначения. То есть, можно сказать, что как лидер он был слуга и последователь Отцу Небесному в лидерстве. По отношению к людям вокруг, ну, здесь он открылся, конечно, в самых разных ипостасиях. Заботу проявлял в своих учениках. Он избрал их для того, чтобы они были с ними. Он делился полномочиями. Он заботился, когда они уставали в шестой главе. Как лидер он заботился о своем духовном состоянии. Он часто уходил в пустынное место. Быть с Отцом Небесным. Вот. Он был принципиальный в ценностях. Не шел на компромисс. Радикальный. Радикальный. Он имел возможность строить диалог. Он был милосердным. В то же время он в какой-то мере по отношению к религиозным лидерам был как революционер. Он подрывал те устои, которые были, уже сложились, есть серые типы какие-то или искажения закона. Достаточно провокативные. Вот эта провокация, она фактически на каждой странице. Ну, тут вот смотри, тут можно было бы сказать так, Христос как лидер пришел против этих людей или Христос пришел для людей. Одни приняли, а другие решили выйти в оппозицию. Я думаю, Христос пришел для всех. Он пришел послужить и спасти всех. Одни, как мытарь, говорят, Господи, прости меня грешного. А другие не приняли. И вот здесь возникла оппозиция. Но в меньшей степени, как я прочитываю Евангелие от Марка, что Христос явился в этот мир против кого-то. Мне кажется, что это все его дети. Ну да, он пришел для всех. Для всех. Хорошо, и подведя итоги, уходя от общего плана, скажем, когда мы говорим о Евангелии от Марка, что может подчеркнуть современный читатель? Насколько вот книга Марка, она актуальна для современного человека сегодня? Слушайте, вообще, читая Евангелие от Марка, мне кажется, современному человеку можно прочувствовать, что жизнь скоротечна. Все так быстро происходит, события быстро развиваются, и ты не живешь в мире, где тебя все обнимают, все тебя принимают, все тебя поддерживают, и никогда не возникает каких-либо противостояний. То есть Христос через все это прожил. Однако в этом Евангелии жизнь земна Иисуса Христа, она не только происходит в отрыве от его общения с Богом. У него постоянно было общение с Богом. И современный человек, мне кажется, может увидеть, что то, что происходит на земле, Христос как бы прочувствует свою связь с Отцом Небесным. И вот эта последняя неделя его страданий, где ему приходилось находить силы духовные, быть послушным до конца. Невзирая на ту интенсивность служения, которой он находился. И интенсивность, и сложность, и комплексность. И смотрите, в Евангелии от Марка, в третьей главе мы с вами сейчас читаем, даже родные были не совсем согласны, что происходит в его жизни. Его ближайшее окружение было не особо согласно, например, с предсказанием его смерти. Петр говорит, Господи, да не будет с тобой этого. То есть жизнь Христа была непростая, сложная, но при этом он оставался тем, кто мог позаботиться, быть милосердным, служить, и никогда не огорчался, не перешел грань, не ожесточился. Он не ожесточился. Если взять последнюю главу, что женщины пришли как бы позаботиться о теле Христа, то есть Христос оставил после себя добрую память. Его полюбили за эту жизнь. Вот современный человек... Он завоевал людей. Он завоевал людей, уважение людей. Вот это дорогого стоит. Хороший пример для нас. Хорошо, я думаю, что есть к чему подражать. Хорошо, я хотел бы, чтобы мы уже от общего плана приблизились к третьей главе. И здесь мы встречаем как раз вот это напряжение, которое уже создается. Если мы читаем вторую главу еще, мы увидим, что Иисус Христос своими действиями, а особенно когда Он исцелял людей, Он привлекал многих людей. Потому что когда человек исцеляет людей, дарует здоровье, естественно, это влечет за собой толпы. И мы видим вот это общее такое расположение. Люди идут за Христом. Но уже в третьей главе, и даже уже в конце второй главе, мы видим, что создается такое напряжение, когда с одной стороны это лидеры, религиозные лидеры, которые не понимают Христа, потому что, как им кажется, Он нарушает определенные традиции, Он, как им кажется, нарушает закон. И возникает вот это напряжение непонимания. И в третьей главе здесь мы уже видим, что Он пришел в синагогу опять. И там есть человек, который имел сухую руку. И наблюдали за ним, написано. То есть он находится под четким наблюдением, таким, и под этим контролем. Это психологически даже выдержать, знать, что за тобой постоянно наблюдает. Это непросто. И Иисус Христос демонстрирует свою власть, свою свободу, и Он исцеляет Иисуса Христа. И у меня такой вопрос напрашивается. Давайте мы обратим внимание, вот именно на субботу. Ну, прежде всего, перед тем, как мы пойдем в эту историю, вот отношения в субботу. И мне, даже наблюдая сегодняшние, скажем, отношения многих христиан, как бы все переплелось. И многие христиане, ну, вот, как бы, ну, какой-то мере, может быть, запутались. Где суббота? Какое она место занимает в жизни христианина? Вот как вы считаете, ваша позиция все-таки христианин и суббота, как к ней относиться? Христианин и суббота. Слушайте, ну, судя по тому, как мы читаем в тексте, Иисус Христос в субботний день совершал добрые дела во славу Божью, Он в меньшей степени обращал внимание на определенные ритуалы, ограничения и какие-то представления о, ну, как бы, внешней литургической, религиозной жизни в этот день. Он, в принципе, видел нужды человека и потребности, и милосердия как выше, чем, в общем-то, определенно выстроенные какие-то правила жизни в субботний день. То есть, Христос подчеркивает, что вначале был сотворен человек. Человек, прежде всего, его нужды, он пришел, ну, помочь человеку. Не человек для субботы. Да. Суббота для человека. То есть, а все остальное уже для того, чтобы оно служило к пользе. Вот. И это, наверное, очень важно. Хорошо, ну, если мы говорим вообще о второй главе, о второй главе, как я уже сказал, что там есть какое-то большее расположение людей к Христу. В третьей главе начинается вот это напряжение. Вот. И вот такая вражда против Христа. То есть, уже люди, то есть, поднимаются. С чем это связано? Ну, смотрите, во второй главе и начиная в первой главе Христос проповедует, исцеляет. И вот исцеление расслаблено в начале второй главы. Когда он исцелил и говорит расслаблено, прощаются тебе грехи, вот тут некоторые сидели из книжников и написано, помышляли в сердцах. Они начали сопоставлять. Вот доброе дело сделал, но вот мы услышим, он прощает грехи. А кто он такой? Они не были людьми, верующими в то, что перед ними Сын Божий. Они в это не могли поверить. Для них это было закрыто. Ну, и они особо не располагались. Они были расположены к подозрению вместо веры. И Иисус Христос хотел им помочь. Мы читаем в восьмом стихе. Он говорит, для чего вы так помышляете в сердцах ваших? Он хотел снять это напряжение сразу. Но эти люди промолчали. Тем не менее, они прославляли Бога, потому что ничего такого не видели. Но если посмотреть всю оставшуюся часть второй главы, из фарисеев, из книжника, религиозные, начитанные люди, они хотели вбить клин между Христом и учениками. То они подходят к Христу и говорят, почему твои ученики срывают колосья. То они приходят к ученикам и говорят, как это ваш учитель, если пьет с мытрыми грешниками? То есть, вот, понимаешь, суббота – это тот день, когда люди сфокусированы на Боге. Современные иудеи в древности иудеи говорили в субботу, я буду не работать, оставлю Богу, дам Богу возможность совершать свой труд. Проявлю полное доверие. То есть, самый святой день. У этих людей в святой день, вместо того, чтобы мыслить, что Бог совершает доброго, в своем сердце они искали, кто делает что-то не так. То есть, фокус был абсолютно на другие. Вот, представляешь, это как в современном христианстве, в святом собрании. Кто-то пришел послушать слово, помолиться, другой приходит в это же собрание и смотрит, кто во что оделся, кто никак сказал. Он пришел, чтобы показать своим поведением, что он умник, что он лучше других, а все остальные вокруг него плохие. Какое тут святое собрание для него? То есть, когда наш фокус переведен на второстепенные вещи, не на важные, это не приносит нам пользы. И вот здесь Иисус Христос, наверное, не столько, по ихнему же мнению, им казалось, что он нарушает закон. На самом деле, он возвратил подлинное понимание или значение закона. Вот он же и говорит им, должно ли в субботу делать добро или зло. То есть, начиная с радикального такого заявления ставит. То есть, например, эти люди скажут, конечно, добро, Господи. Все, что ты хочешь делать, делай. Дай мне иметь этот мир с Богом. Вместо этого в их сердце рождается что? Заговор его убить. Представляешь? Во время субботы один исцеляет, его за это осуждает, а другие задумали убить. То есть, они не видят ничего хорошего, что творит человек. То есть, вот есть опасность, наверное, вообще каждого человека, когда ты приходишь с таким негативным взглядом, в таких окулярах негативных, и замечаешь только то, что не так. Хотя при этом все может твориться очень много. Это, наверное, когда человек преследует вот эту дань какого-то, может быть, или традиции, или какой-то буквы, и это делает его черствым, незамечательным власти Бога. Совершенно. Человек, который стремится соблюсти, ну, я не знаю, традиции, закон, религиозные правила, порой теряет способность быть милосердным, великодушным, тактичным. Он может наговорить столько грубостей, наделать столько глупостей, он может потерять самообладание, делая, может быть, замечание, вроде бы за правое дело, защищая Священное Писание, еще что-то. Человек может перейти грань и стать грубияном. Вести себя неприлично. А эти люди дошли до того, что они Сына Божия в святой день решили погубить. Для них уже не важно вообще нужда этого человека. Они просто наблюдали, исцелит ли он в субботу. Замыслить, убить человека. Нарушить заповедь, не убей. А они в субботу. Сохрани нас Господь от такого состояния. Ну, мы идем дальше по тексту. И здесь с 11 стиха мы видим, что и духи нечистые, когда видели, падали перед ним и кричали, ты, Сын Божий, но Он строго запрещал им, чтобы они не видели, не делали Его известным. Мы уже об этом вспоминали, что Иисус Христос не хотел никакой рекламы от чистого духа, от нечистого духа, от сатаны. Какой вообще практически урок мы можем вывести из этого? Потому что, ну, мы как церковь, как христиане очень часто соприкасаемся с окулярным миром. И, может быть, мы, ну, есть искушение использовать какие-то, может быть, грешные, ну, не совсем моральные какие-то моменты для того, чтобы, ну, сделать себе рекламу. Здесь что-то переплетается с этим или вряд ли? Не знаю. Тут сюжет немножко по-другому. Если позволишь, Виктор, я вот как бы проведу, может быть, общую линию этой главы. Глава начинается, третья, хотя первая часть третьей главы – это на самом-то деле завершение вот той большой истории, что Христос исцеляет расслабленного, возникает первое недоразумение, потом возникает мини-конфликт, и в конце Христос, что очень интересно, Он видит, что напряжение нарастает, Он смотрит на этих людей, скорбя об ожесточении сердца, но Он на них смотрит с гневом. И вот что интересно, фарисеи – это религиозные лидеры, вместе со светскими, иродиане, это же придворная ирода антиполь. Большеполитическая партия. Светские люди и религиозные, они вместе договорились убить Христа. И вот что теперь интересно, третья глава продолжает, Иисус с учениками своими, уже очень много людей следует с разных регионов, с Иерусалима, с разных областей, с севера и даже из-за окрестностей Иордана идут за Христом. То есть, уже очень многие люди прочувствовали, что во Христе есть Слово от Бога и Дело Божье. Что Он лидер совсем другого формата. Да, что это Божий человек. За Ним пошли. И вот Христа окружали многих, многие, Он садится в лодку, и многие бросались к Нему, думая, надеясь, что если хотя бы прикоснуться, а мы знаем вот историю, женщине, тоже в Евангелии от Марка, что она прикоснулась, то если даже прикоснуться, то они получат исцеление. И вот многие духи нечистые, когда видели Его, падали перед Ним, то есть, одержимые падали, и кричали, ты Сын Божий, Он запрещал. Потом у нас интересный отрывок, что Христос избирает 12. Здесь мы поговорим с тобой, кого Он избрал и для чего. Затем у нас очень интересная история, которая показывает особенность Евангелия от Марка. Марк начинает какую-то историю рассказывать, потом говорит другую историю и заканчивает продолжением той первой истории, которую начал. Например, смоковница. Он видит смоковницу, на ней нет плодов, идет в храм, там в храме видит миновщиком, здесь он проклинает смоковницу, потом идет в храм, возвращается с храма, обратно видит смоковницу. То есть история в истории. Да, история в истории. Сэндвич. Здесь тоже у нас в третьей главе приходит семья, они хотят его забрать, потому что услышали или сами говорили, что он одержим. Тут открывается еще история, что из Иерусалима пришли религиозные лидеры, обвиняют его, что он изгоняет бесов силой бесовской. Иисус Христос ведет с ними диалог, говорит им, что они говорят глупости, и заканчивается третья глава тем, что приходят его родственники, как бы его забирать. И вот очень интересный сюжет. Хорошо, наше время очень быстро летит и закругляя нашу передачу, я хотел бы все-таки сделать определенные выводы из того, о чем мы говорили. Итак, мы рассматривали первые 12 стихов о том, что Иисус Христос исцелил Сухорукова, о том, что он имел конфликт и с иудейскими лидерами, и то, что он соприкоснулся с нечистыми духами, которые хотели проповедовать, ой, хотели, говорили о том, что он Сын Божий, но Христос им запретил. Итак, подводя итоги, какие практические выводы мы можем взять из этого текста, из этого урывка? Ну, вот на первый сегмент этой истории, что Иисус в субботу исцеляет иссохшую руку, мы можем, наверное, сказать, что Господу, Богу, наши нужды, наши проблемы близки, и Он может умилосердиться. Очень интересно, есть такое апокрифическое Евангелие от Матфея, где эта история про человека с иссохшей рукой, якобы он был каменщиком, и вот он к Христу приходит и говорит, Господи, ну, помоги мне, хочется же работать, чтобы не просить милостыню в стыде, и Господь его исцеляет. Это, конечно, как бы вот традиция, но суть та, что когда Бог видит нуждающегося человека, Он помогает, и это укрепляет нашу веру, обращаться к Богу. Второй момент, что мы можем здесь видеть, что Господь все-таки даже в самые, может быть, церковные часы, воскресный день, когда у нас есть возможность сделать доброе, и, может быть, отодвинуть в сторону какие-то вещи, которые кажутся нам очень важны с религиозной точки зрения, помочь другому человеку. Так сам Христос поступал. Но второй отрывок, второй сегмент вот из этих 12 стихов, да, в действительности за Христом шли много людей, да, Он обладал этой властью над болезнями, над нечистыми духами, но Христос, что интересно, Он не использовал это для того, чтобы себя прославить, это точно, это точно. Ему не нужно было себя прославить через свое могущество, Он никогда не бравировал это, Он помогал, но, понимаете, эти все истории проходили для укрепления веры, но когда ты поверил во Христа, ему уже не нужно доказывать себя и ты не просишь. Очень интересно, что апостол Павел в послании Коринфяна говорил, что иудеи ищут чудес и чем больше бы он их показывал, тем меньше было бы веры, потому что ничего не удовлетворит, как Эллином был соблазн на проповеди о Христе, потому что им хотелось, ну, чтобы он впечатлил их, красивые дороги построил, прекрасную поэзию, впечатли нас мудростью, Христос никого не хотел впечатлить чудесами. Я в молодости от одного брата услышал такую мысль, вот если бы у нас была сила, чтобы мы могли чудеса совершить, люди бы пришли в церковь. Я так подумал, что в принципе было бы хорошо, если бы люди пришли в церковь, не потому что они увидели наши чудеса, наши, чтобы у нас была сила, а чтобы они услышали голос Божий, который порой в дуновении ветра. И вера их была бы крепкой, которая не зиждилась бы на каких-то чудесах и все остальное. Вот мне кажется, об этом это глава. Да, ну я думаю, что здесь еще такой практический момент, что мы можем замечать, что Иисус посмотрел на них в гневе, и вот эта идея любящего Бога иногда в современном мире он не сочетает, как может любящий Бог гневаться, но эта история как раз показывает, что в Бога тоже есть эмоции, и его гнев, он тоже выражается на тех людей, которые исказили, может быть, сознательно или несознательно по определенным, скажем, своем отступничестве, исказили назначение закона, назначение его слова, его заповедь, и, естественно, Божий гнев здесь тоже выражается, что параллельно параллельно и с любящим Богом он тоже гневается, и когда он гневается, он все равно любит, и что еще, наверное, практически вывод из этого, что Иисус Христос возвращает вот это подлинное понимание назначения закона, мы иногда очень часто, преследуя какие-то, может быть, дань своим традициям, формам, иногда забываем, наверное, настоящее предназначение той заповеди, что она дана для человека, помочь человеку, и в этих историях, в этих ситуациях как раз Христос дает нам это видеть, и Марк вот нарисовывает это. Хорошо, друзья, мы благодарны вам, что вы были с нами, и мы снова приглашаем вас к молитве, и просим пастор Александр поведите нас в молитве. Склоним наши головы. Милосердный Господь, Бог благодарен Тебя за слово Твое, которое умудряет, наставляет, обличает и дает силы. Господи милосердно, мы знаем, что как в Своем земном служении Ты сейчас рядом с нами. Поддержи, Господь, и кому нужно исцеление, кому нужно, Господь, подкрепление, кому нужно, Господь, вдохновение, пошли нам по нуждам наши, милосердный Господь. Мы знаем, что Ты Тот, Который милует, Тот, Который прощает, Тот, Который вдохновляет, придает силы. Помоги нам быть верными Твоими последователями. Благодарим Тебя за Твое чудное служение и за Твою благую весть, которая дает нам силы верить, любить и надеяться. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя об этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok